Меч Духа Здравствуйте! Добро пожаловать на занятие Меч Духа. Это школа служения в Слове и в Духе. Наша тема – знакомство с Духом Святым. Мы начинаем рассматривать Ветхий Завет, что говорит Ветхий Завет, Слово Божье о Духе Святом. На самом деле, многое говорится о нем. Ветхий Завет показывает нам Духа Святого как ветер. Это иллюстрация из физического мира, которая описывает характеристики качества Духа Святого. Он как ветер от Бога. И даже в физическом, естественном мире ветер бывает очень мощным. Иногда мы думаем о Духе Святом как о Божьем Святом урагане. Но даже в физическом мире ветер бывает мягким, очень таким освежающим, прохладным ветерком. Ветхий Завет также использует прообраз воды в отношении Духа Святого. Вода, она очень важна для жизни. Не только для тех, кто живет в пустынях, но для каждого человека. Для нас, в городах, по всему миру, без воды мы вообще не сможем жить. И Бог говорит нам этим, что без Духа Святого мы не сможем познать жизнь по-настоящему. Также Дух Святой, он как вода, потому что Дух Святой – это действующая, очищающая сила от Бога. Вода очень важна для очищения и омовения. Дух Святой, он приносит Божьи очищения, обновления, освежения от Господа в нашу жизнь. Дух Святой, он также похож на огонь. Огонь – это еще один прообраз. Огонь – это очень мощная природная сила. И Дух Святой чрезвычайной силой обладает. Он может действовать как огонь. Он является силой от Бога, огнем, который очищает. Поэтому мы с вами будем продолжать рассматривать Ветхий Завет, иллюстрацию именно огня, чтобы описать и посмотреть, как Дух Святой работает в нашей жизни. Пусть Господь благословит вас. Открывайтесь для Духа Святого, для всех этих различных замечательных аспектов Его характера и действия в твоей жизни. Он приносит Божье дыхание, Божью силу в твоей жизни. Он омывает, очищает, как огонь. Пусть Господь благословит вас. Давайте вместе изучать Слово. Итак, мы говорим об огне. Огонь, который очищает от Духа, который подготавливает нас к ослужению. И еще я немножко вперед сейчас пройду. Это параллель, которая покажет нам, что дальше будет в Новом Завете. Когда Дух Святой пришел в день Пятидесятницы, это тоже было действие Бога по очищению. Интенсивно Он начал дальше работать в твоей жизни, чтобы принести чистоту, чтобы приготовить тебя к ослужению. Бытие, 15 глава, 17 стих. Давайте почитаем. Это отрывок в Ветхом Завете. Это еще одно местописание об огне. Здесь мы видим Авраама. Бог приходит, чтобы заключить с ним завет, и вдруг он видит, как горящую печь, как будто факел. То есть здесь говорится об огне, и это проявление огня Божьего. Бог проявляет себя, как Бог огня. Бог, который дает вот этот горящий и очищающий огонь. Бытие, 15 глава, 17 стих. Когда зашло солнце, и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня, буквально, как горящий факел, прошли между рассеченными животными. Присутствие самого Бога здесь мы видим. Бог пришел туда, к Аврааму, и заключил с ним завет. Но здесь говорится... Обратите внимание, я хочу, чтобы вы увидели огонь от Бога. И ангел Господень... Это исход, 3 глава, 2 стих. Здесь Моисей увидел горящий стих. «Явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Итак, здесь вот такая иллюстрация. Огонь. Опять же, этот огонь говорит о Божьем святом присутствии. Далее, исход, 13 глава, 21 стих. Еще один отрывок из Писания. «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, чтобы идти им и днем, и ночью». Чтобы они могли идти и днем, и ночью. Следующий отрывок, исход, 19 глава, 18 стих. «Гора Божья, гора Жесинай, вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». И еще одно описание этого эпизода – это Второзаконие, 4 глава, с 11 по 12 стихи. «Вы приблизились и стали под горой, а гора горела огнем до самих небес, и была тьма, облако и мрак, и говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только голос слышали». Вау! Вот такой огонь! Давайте посмотрим еще один отрывок, 4 книга Царств, Божий огонь, Его присутствие, Его святость, Его суд и гнев на грех. Вот в таком контексте прочитаем эти стихи. 4 царств 6, 17. «И молился Елисей, говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел, и открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея». Итак, что мы видим здесь? Такая вот история. Елисей и армия вражеская окружила его, и слуга, который был у Елисея, сильно испугался. И тогда Елисей сказал, «Господь, открой его глаза, пусть он увидит то, что вижу я». И вдруг он увидел, сколько ангелов окружало их, и здесь говорится, это был огонь Божий, который сопровождал их. Второзаконие, 4 глава, 24 стих. «Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поедающий, Бог ревнитель». Мы должны не забывать об этом. Когда мы говорим о Духе Святом, Он приходит для того, чтобы принести Божий огонь, горящие, поедающие, очищающие пламя, Божья страсть, Божий огонь, Его ревность выражается в действии Духа Святого. Исайя 66, 15 стих. «Ибо вот, придет Господь в огне, и колеснится Его, как вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью, и прещение Своё с пылающим огнём». О да! Наш Бог есть Бог также и суда. Бог есть Бог гнева, да. Да, Он обязательно придет, и Он обязательно произведет Свой суд. И Дух Святой, Он принесет этот суд. Также, кроме всего остального, Дух Святой исполняет Божий суд. Он приносит Божий огонь, который символизирует Божий суд. Малахия, 3 глава. 2 и 3 стихи. Очень сильный отрывок, примерно об этом же. «А кто выдержит день пришествия Его? Кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий и как щёлок очищающий, Он сядет переплавлять, и Он будет очищать серебро. Он очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу правде». Здесь мы опять видим этот очищающий, переплавляющий огонь, который расплавляет и чистит. Это Дух Святой. У нас многое еще предстоит ожидать, рассматривая Личность Духа Святого. Это просто удивительно и потрясающе. Огонь, как я и говорил, что делает? Открывает Божье присутствие, демонстрирует Его святость, проявляет Его суд, Его гнев против греха. И Он призывает всех, кого Он хочет очистить, пройти через Его огонь. Еще один очень важный, просто жизненно важный отрывок, давайте откроем. Это Исайя, 4 глава, очень важный отрывок из Писания, потому что здесь говорится об этом Духе Огня. Мы еще вернемся к этому месту Писания, чуть позже, когда мы посмотрим на Иисуса, Который крестит Духом Святым и Огнем. Исайя, 4 глава, со 2 по 6 стихи. В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме. «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его Духом Суда и Духом Огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистания пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». Представьте, вы видите здесь вот всю эту концепцию, понятие Суда. Суд приходит, и это связано с огнем. Это суд, который приносит очищение, переплавление, очищение и святое присутствие Божье в жизнь народа или людей Иерусалима. Не забудьте, мы вернемся к этому еще месту. Очень важное оно. Мы видим, как Дух Святой описывается здесь, как огонь. Он приходит, чтобы все это произвести. Вы видите его характер, его суть, его натуру и то, как он действует благодаря вот этой иллюстрации. Давайте посмотрим еще на один прообраз. Елей. Масло. В одни Ветхого Завета масло или елей применялось практически, вот можно сказать, для трех целей практического характера. Во-первых, для приготовления еды. Также, когда было темно, чтобы зажигать светильник на масле, а также в медицинских целях для заживления ран. Мы сразу же можем увидеть, как каждый из этих направлений или сфер применения помогает нам практически понять суть и характер действия Духа Святого. Но также елей использовался в церемониальных целях, чтобы помазывать царей, священников и пророков. Церемониальное использование. И здесь тоже прообраз действия Духа Святого. Помазание маслом или елеем символизировало, особенно для пророков и царей, необходимое снаряжение для того, чтобы они были помазаны на служение. Поэтому это был очень необходимый и важный ресурс Духа Святого, чтобы они могли функционировать в соответствии с призванием. И я думаю, вы очень знакомы с этим пониманием, потому что в Новом Завете это еще более широко раскрывается. Первый царь, 10 глава, 1-2 стихи. Самуил взял сосуд с елеем, вылил на голову, Саулу поцеловал его и сказал, вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек. И дальше он описывает, как вот это помазание елеем будет действовать в жизни Саула. Первый царь, 10-1-2. Следующий отрывок, 1-й царств, 16-й глава, 13-й стих. Самуил помазывает Давида на царство. Взял Самуил рог с елеем и помазал его Давида среди братьев. Его и почевал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Исайя 61, 1-й стих. Еще один прообраз, который появляется впервые и применим к самому пророку, к Исайе. Он говорит, Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения и узникам открытия темницы. Итак, здесь мы видим описание помазания, которое было над жизнью Исайи. Но мы также знаем, что это прообраз, это иллюстрация полноты помазания, которое пришло на Мессию. В Луки 4-й главе место Писания это же зачитывает Иисус о себе. И потом говорит, ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами. И опять мы видим, в Ветхом Завете снова и снова еле используется для помазания, для того, чтобы продемонстрировать Божье присутствие над жизнью человека, как Бог дает ему необходимую силу и снаряжение, чтобы он выполнил ту задачу, к которой Господь призвал его. Итак, Дух Святой, он тот, кто дает силу, тот, кто дает способность, тот, кто снаряжает Божий народ. Давайте еще посмотрим на одну иллюстрацию, на заключительный прообраз из иллюстративных слов, которые мы разбирали. Давайте сейчас посмотрим на прообраз голубя, а в Духе Святом в Ветхом Завете голубь. Опять же, я быстренько хочу сказать, что потом эта тема продолжается в Новом Завете, потому что Дух Святой, он пришел, он сошел как голубь на Господа Иисуса Христа, Иисус его видел, Иоанн Креститель видел, может быть, другие видели, но для нас есть запись об этом событии в Евангелиях. И давайте поговорим немножко о голубях. Большинство из вас, может быть, думает, ну это простое описание вот кротости, да, есть на английском даже такое выражение, кроткий голубок, ну что-то такое кроткое, мягкое, ну, наверное, есть смысл и в этом, но само понимание голубя в Ветхом Завете намного шире и глубже. Знаете, голубей использовали для трех различных целей в Ветхом Завете. Во-первых, голуби были источником пищи, да, действительно, кушали голубей в те дни. Второе, их приносили в жертву. Голубей приносили в жертву бедные люди. И также они были посланниками, потому что голуби несли послание. Почтовые голуби, не было телефонов в те дни, поэтому для того, чтобы передать какое-то послание, письмо использовали голубей, почтовых голубей. И в Библии в Ветхом Завете есть история о голубе. Вы, наверное, помните, это Бытье, восьмая глава. Это замечательная иллюстрация или прообраз Духа Святого. Здесь говорится о том, как закончился потоп, и Ной отправил голубя. Вы помните эту историю? Вначале он отправил ворона, а потом он отправил голубя. И в конце голубь вернулся, и он принес масличную ветвь, ветвь оливкового дерева в клюве. И потом, второй раз, он уже не вернулся. Голубь возвещал им существование нового творения или новое время в обетованиях Божьих, новую эру. В «Песне песней» говорится о голубице. В отношении невесты царя. Это прекрасная иллюстрация. «Песня песни 2, 14». Вторая глава, 14-й стих. «О голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Невеста царя. Может быть, мы не ожидали такой иллюстрации, говоря о голубях. А что насчет следующего местописания и цели использования голубей в качестве жертвы, которая была приемлема для бедных людей? Голубей можно было принести, если ты не мог себе позволить другое животное, ты мог принести в жертву голубя. И еще одно удивительное откровение из Ветхого Завета. На иврите слово «голубь» звучит как «иона». Представьте, «иона», да? Вообразите себе, чье это имя было? Иона? Да, Иона. Имя Иона означает «голубь». Между прочим, ну это просто, чтобы вам было интересно. Я, конечно, не сравниваю себя с пророком Иона, но мое имя также в переводе означает «голубь». Если взять его с латинского, мое имя означает «голубь». Если с греческого взять мое имя, оно означает «тот, кто стоит в авторитете, во власти». Это я. Понимаете? Мне нравится значение моего имени с латинского, и с греческого оно тоже мне нравится. Я и то, и то применяю к себе. Я греко-латинский человек сегодня. Итак, на еврейце слово «голубь» звучит как Иона. Итак, Иону так звали «господин Голубь». И, конечно, он был посланником от Бога. Конечно, он был отправлен на миссию с заданием говорить грешникам. Напоминает ли это вам о Духе Святом? И он три дня провел в большой рыбе до своего воскресения, говоря прообразно, что, конечно же, это иллюстрация воскресения Иисуса, который в Духе Святости воскрес через три дня. Итак, Дух Святой сошел как голубь на Иисуса во время водного крещения. Это означало нечто большее, чем просто кротость или мягкость. Голубь показывал, что Иисус – посланник, который будет кормить Божий народ. Это было началом рассвета нового творения. И также это указывало на Иисуса как на жертву за грехи бедных людей, нищих. И также это давало определенный намек на его смерть и на воскресение, как часть его миссии по достижению благой вести грешников. И также, когда голубь сошел на Иисуса, это показывало, что Иисус был помазан Духом Святым, чтобы осуществить все эти разные необходимые вещи. Дух Святой сошел на Иисуса, чтобы в жизни Иисуса все это происходило и исполнялось. У нас так много есть глубоких таких вещей. Кто такой Дух Святой? Какая у него натура, его характер, аспекты различные? И для чего он пришел? С какой задачей? Давайте будем двигаться дальше и посмотрим еще на какие... С какой задачей пришел Дух Святой? Вообще, само слово Дух Святой или Дух Божий почти сто раз звучит в Ветхом Завете. Я говорю примерно сто раз, потому что очень трудно посчитать в точности, сколько раз. Потому что иногда это слово Дух, это слово Ветер, да, говорит. И не всегда мы можем разобраться. Говорится здесь о ветре, о Духе Святом или о Духе человека. Но примерно сто раз это слово в Ветхом Завете Дух встречается. Каждый раз, когда оно там используется, слово Дух или Дух Божий, везде, где ты встречаешь это слово или эту фразу, оно описывает Бога в действии. Как Бог что-то изменяет. Как Бог меняет что-то в этом мире, среди своего народа. Поэтому места Писания, то, что мы читаем, изучаем, похоже, мы видим семь основных направлений деятельности Духа Святого. Но это всегда указывает, как Бог действует. Что Дух Святой приходит, чтобы сделать, исполнить то, что Бог призвал его исполнить. Во-первых, мы видим, как Дух Святой формирует все творение. Иов, 26 глава, 13 стих. От Духа Его великолепие неба. Рука Его образовала быстрого скорпиона. Дальше, Иов, 33 глава, 4 стих. Дух Божий создал меня, и дыхание Содержителя дал мне жизнь. Итак, Дух Святой – это Божье действие в процессе творения. Он тот, кто сформировал, он тот, кто слепил все сотворенное, и сделал таким, каким Бог хотел. Он оживил сотворенные Богом существа. Давайте вернемся в книгу «Бытие», 1 глава, 2 стих. Очень ясно мы видим здесь, что Земля – это «Бытие», 1 глава, 2 стих. Земля же была безвидной, или бесформенной буквально, и пустой. И тьма над бездну, и Дух Божий носился, или парил над водой, над поверхностью воды. И вы, наверное, видели когда-то ястреба. Знаете, хищная птица, которая парит, она носится, ждет, чтобы увидеть свою добычу, и потом быстро упасть и схватить ее. Вот такая примерная иллюстрация здесь. «Дух Святой парил над водой». Можно также перевести, как он высиживал, так как высиживает на сетках яйца, и ждет, пока из них вылупятся цыплята. И то, и то слово используется для перевода. Но здесь я беру слово «Дух Божий носился над водой». Что там происходило в этот момент? Представьте, Дух Святой, он парит, он носится над водой, он чего-то ждет. И чего же ждет Дух Святой? Что происходит дальше? И сказал Бог, третий стих, «Да будет свет, и стал свет». Итак, представьте эту картину, Дух Святой парит, он ждет, когда придет слово от Бога, и когда Божье слово пришло, Дух Святой начинает действовать. Вы знаете, это применимо ко всем действиям Духа Святого, где бы это ни было. Мы здесь видим это на примере творения или создания мира, но к любой сфере действия Духа это применим. Поэтому меч Духа – это школа служения в Слове и в Духе. Невозможно эти два аспекта разделить между собой, они взаимосвязаны. В ваших рабочих тетрадях вы найдете около тысячи мест писания. В каждой рабочей тетради тысяча мест писания. Представьте, и нужно изучить, и я их собрал. В каждой из ваших рабочих тетрадей есть около тысячи мест писания. И опять же, наше учение – это не просто, знаете, сухие академические презентации каких-то фактов из Библии. Нет, наше учение предназначено привести вас к встрече с Богом. Сегодняшнее учение о Духе Святом – знакомство с Духом Святым. Для чего мы его вам даем? Чтобы ты лично познакомился с Духом Святым. Поэтому помни, то, что Бог объединил, никто да не разделит и не разлучит. Дух Святой действует через Слово Божие. И, кстати, если вам предпочтительная иллюстрация того, как Дух Святой высиживает эти яйца, пока из них вылупятся птенцы, потому что это тоже иллюстрация, как Дух Святой высиживает Божьи цели, чтобы Его Слово родилось и произвело животворящую силу. Всегда так. Перед тем, как Бог говорит, всегда. Перед тем, как Бог начинает действовать, всегда Дух Святой подготавливает путь. И с тобой произошло именно так. Дух Святой, Он высиживал твою жизнь, Он подготавливал. И когда пришло Слово от Бога, оно вошло в твое сердце, которое к тому времени было подготовлено Духом Святым. Бетсия, 2 глава, 7 стих. Здесь говорится о том, как Господь Бог вдунул дыхание жизни в ноздри человека. И человек стал живою душою. То, что сотворил Отец Бог, Дух Святой оживил это творение. Когда он услышал Слово от Бога, тогда Дух, дыхание, дуновение Божье начал действовать и высвободил Божью животворящую силу. И холодная пыль, прах превратилась в теплый, в теплого, живого и дышащего человека. Друзья, нам так нужно пробуждение. Бог хочет это сделать. Бог хочет вдохнуть свое дыхание, свою жизнь. Сдуть нас, всякую пыль, всякие корки с холодного сердца церквей Божьих. Во многих местах это так. И принести вот эту свежую жизнь, новую жизнь, новую силу Божьего творения. Аминь. Итак, он формирует, он ведет, он направляет Божье творение. Это номер один. Номер два. Когда Дух Святой контролирует, направляет ход истории. В Салом 103, здесь есть отрывок Писания, который нам показывает, как Бог действительно держит под контролем весь естественный физический мир. В Салом 103, стихи 29 и 30. Ты скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух, умирают, и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Здесь мы видим Духа Святого, как Он действует от лица Божьего для того, чтобы держать под своим контролем все земное творение. Он ведет, он направляет, он руководит, он обновляет творение. Дух Святой предусмотрительно заботится обо всем творении. Исайя 34, 16 стих. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста Его повелели, и сам Дух Его соберет их. Здесь мы видим, как Дух Божий действует в этом физическом мире. Исайя 40 глава, стих 7. Здесь мы видим очень стратегическое заявление, очень важная фраза звучит здесь. Народ, как трава, хрупкая плоть, и Дух Святой, он двигается среди людей. Дух Святой дышит, и он движется, и он движет народами. Вот точно так же, когда дует физический ветер, трава начинает колебаться от ветра. Я до сих пор вижу это. Я помню, когда я был в Африке, это была потрясающая равнина Серенгетти, в Танзании. Это прекрасная саванна, где высокая зеленая трава. Я просто вижу, как она от ветра колыхалась, и там раз, и лев появляется из этой травы. Это хорошая иллюстрация, как действует Дух Святой в сердцах людей. Потому что Бог, он суверенный Бог. Друзья мои, не забывайте, Дух Святой, это суверенный Дух. Он движет людьми, народами, как, где, когда, почему, когда он захочет. Давайте не будем забывать об этом. Завершая нашу первую часть занятия, говоря о Духе Святом, как о суверенном Боге. На следующей сессии мы поговорим о семи направлениях деятельности и движения Духа Святого в Ветхом Завете. И мы посмотрим, как действует Дух Святой в нашей жизни. На этом мы заканчиваем наш первый раздел. Пусть Господь благословит вас, и мы с вами встретимся. И на следующей сессии продолжим. На этом сегодня мы завершаем наше занятие, наше учение. Я молюсь, чтобы Господь благословлял вас, продолжал благословлять вас во всей этой серии библейских занятий на тему знакомства с Духом Святым. Я молюсь, чтобы Господь приближал вас ближе и ближе к замечательной личности в Троице, к Духу Святому. До следующего занятия. Я прощаюсь. И благословения вам от Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова